Полтора миллиона евро правительство выделило на компенсации хозяйством, где обнаружена вспышка свиной чумы. Деньги нашли в статье бюджета на непредвиденные расходы. И чтобы не допустить дальнейшее распространение вируса, свинофермы также обязаны ужесточить санитарные меры. Подробнее Сергей Герасимов. За каждую убитую свиноматку 115 евро, за каждую свинью на откорм 65, каждый истреблённый молочный поросёнок обойдётся государству в 25 евро. Поголовье домашних свиней в хозяйствах, где констатирована африканская чума свиней, придётся истребить полностью. Это не один десяток животных. Однако средств для компенсации свиноводам должно хватить. На эти цели правительство выделило полтора миллиона евро. Те хозяйства, которые зарегистрировали своё хозяйство и свои свиньи в базе данных сельскохозяйственного центра ДАТ, конечно, получат и компенсацию за убитые животные, и за корм. Часть из этих денег правительство надеется вернуть, подав запрос в Еврокомиссию. На сегодняшний день лабораторно исследованы уже почти полторы тысячи образцов крови свиней. И деньги на анализы также подходят к концу, говорят в институте Биор. Средства у института Биор пока есть. Если ситуация ухудшится, то мы перераспределим средства и дадим им часть денег, отведённых продовольствию на ветеринарной службе. Так что опасения беспочвенны. В российском Россельхознадзоре, представители которого недавно были с проверкой в соседней Литве, говорят, что именно наши южные соседи лучше всех справляются с вирусом африканской чумы и свиней, а вовсе не латвийцы. В продовольствии ветеринарной службы говорят, что литовцы в борьбе с болезнью используют ряд инструментов, которые Латвии, возможно, только предстоит ввести. Так, решением правительства на территориях, затронутых болезнью, хлева для свиней должны быть закрытыми. Их регулярно нужно чистить и не допускать в них грызунов и насекомых. Проводить дезинфекцию нужно будет и в хранилищах корма. На всё это у владельцев скота есть неделя. На фермах, где эти меры введены не будут, поголовье свиней придётся истребить.